Проект «Общественный контроль», который уже взял старт в нашей области, призван объединить всех неравнодушных граждан под флагом участия в подготовке к предстоящим выборам президента 18 марта 2018 года. С целью осуществления контроля за соблюдением избирательных прав граждан на нашу территорию прибыла группа представителей общественных организаций. Члены комиссии оценивали процесс подготовки доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Представители проекта «Общественный контроль» Ольга Брулева, член общественной палаты Свердловской области, Дмитрий Сергин, председатель общественного движения «Свободный выбор» и Андрей Палихов посетили по своему выбору два избирательных участка. Один из них расположен во дворце «Культура Кристалл», второй в центре дополнительного образования, где проследили весь путь от стоянки автотранспорта, входной группы, куда придет избиратель 18 марта, до зала для голосования. Оба участка, отметили гости, имеют пандусы и удобные парковки, снабжены кнопками вызова. Реакция персонала на кнопку вызова была незамедлительной. В всяком случае, пока то, что мы увидели в Сухом Лагу, нам нравится. Есть кнопки вызова, есть пандусы. Что я отметила после разговора с председателем избирательной комиссии, из 31 избирательного участка 30 находятся на первом этаже. Если человек хотел бы быть вместе со своей страной, со своим народом, он может прийти на избирательные участки. Власть обязана ему предоставить возможность проголосовать. То есть должна быть возможность попасть на этот участок, должны для людей на колясках быть пандусы, должна быть парковка для автомобилей для инвалидов, для людей с ограниченными возможностями по зрению, по слуху. Также должны предоставлены быть соответствующие информационные материалы, где они на доступном им языке смогли бы ознакомиться и проголосовать за того кандидата, который им понятен и ближе. И, собственно говоря, наше движение занимается сейчас контролем избирательных участковых комиссий на предмет доступности. Из 31 избирательного участка 30, как отметила общественная комиссия, расположены на первых этажах зданий, что, несомненно, обеспечивает беспрепятственную среду для всех категорий избирателей, способствует реализации избирательного права и исполнению гражданского долга каждым избирателям. Мониторинг – это сеть наблюдателей, которые будут работать на выборах 18 марта. Также у нас есть площадка-агрегатор сообщений в интернете, где любой желающий может оставить свое сообщение о предполагаемом нарушении. Вместе с общественниками состояния доступной среды для инвалидов и маломобильных граждан на избирательных участках осмотрели председатель городской территориальной избирательной комиссии Наталья Тютяева, председатель городской общественной палаты Иван Кочкин, члены городской общественной палаты Ирина Трухина и Вера Томилина. Продолжение следует...